Лабрадор-ретривер – невероятно красивая, пропорциональная собака с безупречным характером. Одна из самых популярных пород во всем мире. Максимальная высота лабрадоров в холке 57 см. Лабрадоры крепко сложены. У них широкая, мускулистая грудь, сильные конечности, крепкая шея и объемная голова, вся внешность собак говорит об их благородной силе. Переход от олба к море хорошо выражен, морда незаостренная, прикус ножницеобразный, зубы среднего размера, крепкие и здоровые, мочка носа широкая. Глаза среднего размера, красивого орехового или коричневого цвета, выражение глаз очень умное и дружелюбное. Уши среднего размера, висячие, очень подвижные, по ним легко можно отследить настроение питомца. Хвост средней длины, толстый у основания и суживающийся к кончику. Шерсть короткая, очень густая, жесткая, с водонепроницаемым подшерстком. Окрас сплошной, может быть палевым, черным или шоколадным, печеночным. Допустимо небольшое белое пятно на груди. Лабрадоры очень контактны, они обожают общаться с хозяином и своей семьей и тяжело переносят одиночество. Членам семьи собаки невероятно преданы, они легко чувствуют настроение человека и находят подход к каждому. Оптимизм и энергия лабрадоров безграничны. Кажется, они всегда готовы играть и дружить со всем миром, будь то хозяин, забежавший на минутку почтальон, маленький ребенок или соседская кошка. Лабрадоры прекрасно ладят со всеми. Их мир полон ярких красок, и они гармонично вписываются в эту солнечную картину. Лабрадоры очень умны и быстро всему учатся. Сложно найти собаку, которая также радовалась бы тренировкам и воспитанию, как эти удивительные питомцы. Они легко схватывают самые сложные команды и выполняют их с интересом и увлеченностью. Вливаются в процесс с головой и стремятся порадовать хозяина. Однако монотонные тренировки могут быстро утомить энергичного питомца, и тогда он начнет скучать и отвлекаться. Поэтому в дрессировке и воспитании непосед нужно запастись терпением и позитивным настроем. Любой негатив ухудшит ситуацию и испортит отношения между хозяином и собакой. Природа наградила лабрадоров прекрасным здоровьем и сильным иммунитетом. Это крепкие и выносливые питомцы. Продолжительность жизни в среднем 12 лет. Гармоничная внешность и прекрасный характер – это не все достоинства породы. Лабрадоры совершенно неприхотливы в уходе и содержании. Несмотря на свои размеры, они прекрасно чувствуют себя в условиях квартирного содержания, но только при наличии ежедневных продолжительных, активных прогулок. Уход за собаками стандартный. В регулярном осмотре нуждаются уши лабрадора, из-за висячей формы они склонны к воспалениям. Шерсть необходимо вычесывать минимум раз в неделю, а в период линьки – 2-3 раза. Купают собак по мере загрязнения при помощи специальных шампуней и кондиционеров. Важнейшая составляющая грамотного ухода – полноценный рацион питания. Лабрадоры склонны к полноте, поэтому к вопросу кормления стоит подойти серьезно. Эта порода одна из самых популярных во всем мире. Однако вопрос ее происхождения до сих пор полон загадок. Существует множество версий о появлении лабрадоров. Все они сходятся в одном предке удивительных собак ранее обитали на острове Ньюфаундленд. Скорее всего, они помогали рыбакам добывать улов. Упоминания о ньюфаундлендских собаках встречаются и в описаниях мореплавателей, которые побывали на этих землях еще в 16 веке. По одной из версий первые лабрадоры как раз и были завезены в Великобританию с острова Ньюфаундленд, где их стали скрещивать с курчевошарстными ретриверами, английскими фоксхаундами и сеттерами. Так и появились современные лабрадоры-ретриверы. Первый официальный стандарт породы был описан в 1887 году. В начале 20 века британским клубом были признаны лабрадоры черного окраса, а затем палевого и шоколадного окрасов. В 1991 году лабрадор возглавил рейтинг пород в США. Лабрадоры – это не только лучшие домашние питомцы, но и прекрасные рабочие собаки. Они проявляют свои таланты в спасательных и поисковых операциях, а также в качестве собак, поводырей и лекарей. Почему собаки называются лабрадорами? Есть три версии, отвечающие на этот вопрос. По одной из них порода своим названием обязана полуострову лабрадор, на котором были выведены собаки. По второй версии породу назвали так из-за черного окраса, напоминающего скальную породу – лабрадорит. А третья версия гласит о том, что собак так назвали португальцы, пораженные их рабочими качествами, с португальского «лабрадор» означает «труженик». Японские ученые доказали, что лабрадоры могут диагностировать у людей рак на ранней стадии. Лабрадоры так обожают плавать, что могут радостно сигануть в озеро или реку с высокого берега. Оторопевшим хозяевам останется придумывать, как вытащить наплававшуюся собаку. Лабрадоры очень хорошо плавают. Скорость их плавания равна скорости ходьбы человека. Первые лабрадоры были черными. Только в конце 19 века в помете абсолютно черных родителей появилось несколько палевых щенков. Доказано, что нюх лабрадора на 25% острее нюха немецкой овчарки. Известный лабрадор по кличке Йоги из Великобритании обнаружил 490 грузов с наркотическими веществами и получил золотую рыцарскую медаль за свои заслуги. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.